Nissan Qashqai и Kia Seed столкнулись вечером на проспекте Имашева. Автоледи за рулем кроссовера поворачивала направо во двор и перестроилась на автобусную полосу там, где правила это разрешали. Но в этот момент в нее влетела легковушка, после чего ее и вовсе выбросила с проезжей части. Ни один из водителей своей вины не признал. Рамиль Шайдулин узнал, чем они это аргументировали. После столкновения автомобиля Kia вылетела с проезжей части на газон. Ниссан остался на дороге. Люди в аварии не пострадали и стали разбираться, кто же виноват. Автоледи, управлявшая кроссовером, собиралась повернуть с проспекта Ямашева во двор. Включила правый поворотник и стала перестраиваться на автобусную полосу прямо перед заездом во двор. Именно там, где делать это правило и разрешают. И в этот момент в правый бок Ниссана врезалась Kia. Наши оппоненты, так скажем, ехали по автобусной и произошло соприкосновение, они улетели. Девушку развернула сюда. Как рассказывают знакомые автоледи, девушка видела машину позади себя, но посчитав, что иномарка достаточно далеко, решилась на маневр. Вину свою признавать она не спешила, так как полагала, что Kia вообще не должна была двигаться по автобусной полосе. Водитель же легковушки, рассказывает девушка, был готов заплатить штраф за езду по выделенной полосе, но никак не признавать себя виновным. Считал, что раз она совершала маневр, то должна была его пропустить. Каждый доктор обвиняет, да? Да, поэтому ждем инспекторов. Впрочем, Верховный суд Татарстана раньше уже разъяснил, что в таких случаях правило помехи справа не работает, так же, как и при езде по обочине. Логика проста. Машины там просто не должно было быть. Но во всех деталях этого происшествия еще будут разбираться автоинспекторы. Продолжение следует...